Рекламно-информационная программа. Крупный план. В эфире программа Крупный план в студии Анны Лапшина. И я приветствую пресс-секретаря завода Вятич Владимира Маматова. Добрый день, Владимир. Да, Ань, приветствую тебя. Да, и добрый день, слушатели. Ну, радиослушатели, соответственно, тоже приветствую. Неделю назад в этой студии мы встречались накануне поездки нашей, вашей делегации на переговоры в Калужскую область. Поездка состоялась. Поездка состоялась. По Калуге я рапортовать не буду сейчас подробно. Единственное, что нас прекрасно встретили, то есть маленькая, очень скромная делегация, я говорю, с генеральным директором завода Вятич Леонидом Николаевичем Карагеном. Мы посетили Калужскую область, не саму Калугу, не город, а индустриальный парк Ворсина, в котором предоставляются площадки для размещения пищевого производства. То есть на самих площадках, это 49 якорных арендаторов у них, включая там Nestlé, Samsung, NLMK, то есть Новолипецкий минералургический комбинат. Большие такие прям крупные бренды, да. Впечатляющие, более чем впечатляющие, то есть и по площади, и по деньгам, которые они вложили в Калужскую область. Ну и считается, что этот парк, если не первый, то один из первых вообще в России по размеру, по значимости. Вот. Нам показали площадки, которые они предлагаются для строительства производства. То есть мы их посмотрели, объехали, переговорили со строителями, встретились как бы с компаниями, которые распоряжаются там землей, то есть те, кто налаживает коммуникации, распоряжаются землей. Ну вот технические моменты. Что мне, ну вот единственное, что, пожалуй, можно, пока это все в процессе переговоров, то есть никаких решений не принято окончать их, мы смотрим друг на друга, называется, и обмениваемся документами. Но что мне понравилось в Калуге, честно говоря, это меня подкупило, то, что, во-первых, все было сделано очень по диволому, то есть там не было нелепых этих фуршетов, там банкетов, дружб, там каких-то вот левых таких вещей. А просто встретились, сели за стол переговоры, быстро вообще обсудили вопросы, которые волнуют и нас, и их волнуют, соответственно. Это вы с представителями региональной власти ведь встречались, с курирующим министерством, да? Ну, ситуация какая. У них агентство по развитию Калужской области инвестиционное, оно, это фактически госструктура, организованная при правительстве. То есть и она, в свою очередь, помогает всем, кто заходит на территорию Калужской области с предложением проекта. То есть работает с инвесторами, да? Ну, да, то есть это начиная от согласования и налоговой, ну, все практически, да? То есть и при вопросе, а как вот у вас, вы так говорите, не беспокойтесь, мы все сделаем. А вот это как у вас, не беспокойтесь, мы все сделаем. А вот это как у вас, губернатор сам будет курировать, он очень любит встречаться с инвесторами. То есть, ну, в плане доброжелательности и делового подхода, то есть, да, очень, очень понравилось, чрезвычайно. Да, Владимир, давайте слушателям напомним, в Калужской области у Вятича есть намерение открыть площадку «Вятский квас» производить. Ну, квасной завод, да. Ближе к Москве. Это в плане проектов, да, там логистика может быть. Ну, все это пока, как говорится, народе вивами на воде, посмотрим, как будет выходить. Ну, хорошо. В какие примерно сроки можно ожидать какой-то конкретики? Давайте подождем месяцок, я думаю. Через месяц примерно. Да, через месяц примерно. То есть, мы окончательно поймем, насколько мы любим Калугу или Калуга любит нас, ну, будем что-то делать. Там через месяц весна уже практически будет в Калужской области. Ну, вот как раз время любви, расцвет и так далее. Еще одна сквозная тема наших с Владимиром эфиров – это 150-летний юбилей Карла Утта Шнейдера, основателя завода «Вятич» и те события, которые ожидают кировчан в связи с этим событием. Мы уже говорили о том, что к юбилею Шнейдера выпустят премиальное безалкогольное пиво. Ну, выпустят. Я очень надеюсь, 7,7, процесс запущен. А ориентировка примерно следующая. Ну, вот как бы ориентировка. 150 бутылок номерных, подчеркиваю. То есть, в подарочной упаковке, то есть, это не стандарт, это упаковка и так далее, и так далее. По заоблачной цене. 150. Не будем пугать слушателей. Нет, пусть слушателей пугать не надо, они сами испугаются, когда увидят на привавке. Значит, 150 бутылок всего лишь. Дело в том, что Карл Отто исполняется 150 лет, мы говорили не раз. Он ровесник Вадима Ильича Ленина. Только Вадим Ильич, если я правильно помню, у нас в конце апреля. А Карл Отто у нас в начале февраля. Ну, вот 29 февраля, учитывая, что дата 29, это, как я понимаю... Раз в 4 года. Совершенно правильно. С 29-го в течение 150 часов, 150 бутылок мы будем продавать. В подарочной упаковке безалкогольной продукции. Да, я думаю, что это фишка в том, что это, конечно же, очень дорогой сам по себе в производстве сорт. То есть, потому что сорта безалкогольного, конечно же, пива, они отличаются тем количеством, в первую очередь, сырья и временем изготовления. Там это все намного больше и намного более трудоемко, чем обычный. Плюс это все-таки фактически ручная варка, в отличие от массового производства. То есть, качество то же самое, это вяч все-таки, но понятно, что стоимость будет другая. Это подарочная форма. Мы посмотрим, насколько людям зашло, насколько им понравилось вот это все. И если это да, то мы сделаем это безалкогольное, разумеется, мы сделаем же массово. Но это вопрос уже второй, это вопрос как раз марта, я думаю, конец марта, начало апреля. Да, и мы обсуждали, что массово, возможно, это будет просто немножко другой объем, да, поменьше, чтобы была возможность людей попробовать. Я склоняюсь к тому, что это будет 0,33, да. То есть, по относительно небольшой стоимости, дело в том, что аналоги, допустим, бельгийского, безалкогольного, который я езжу в метро, они стоят, ну, ориентировочно 200-300 рублей примерно, да. То есть, понятно, что за 200-300 рублей 0,33 мы ни в коем случае не будем там выставлять. И будет, естественно, меньше по стоимости, ощутимо, но меньше. И, ну, это элитный сорт, по-настоящему элитный, который, ну, не может никак, при всем желании, стоить дешевле. Именно из-за производства, не из-за каких-то наших хотелок. Ну, и еще одна тема, о которой мы тоже говорили в связи с юбилеем Шнейдера, это история с памятником. Мы на прошлой неделе говорили, что была какая-то заминка с концепцией, да. И фестиваль, фестиваль Вятича, посвященный юбилею Шнейдера, возрастное ограничение 16+, все еще обсуждаются эти темы. Обсуждаются эти темы. Почему? Потому что последний раз Вятич привозил на фестиваль, если я правильно помню, это было Би-2, и если я правильно помню, это было 11 лет назад. То есть, с тех пор ничего и никак. Причем, я не очень хорошо помню сам факт привоза, то есть, как-то у меня не отложилось памяти, что в 2009-м что-то Вятич привозил. Сейчас мы должны, я считаю, сделать фестиваль знаковым, и я убежден абсолютно, что нам нужно его делать каждый год. Вот это знаковое событие для области, для региона. Это визитная карточка завода в том числе. Отдельная тема, как мы его организуем, отдельная тема, кого мы пригласим. Это все обсуждается не спеша. У нас есть, я думаю, еще буквально месяц на то, чтобы принять решение. По памятнику практически та же картина, там легче, но пока не до конца понятна сама концепция. То есть, склоняются, это еще с ранней, то есть, собственно, было с прошлой зимы, то есть, точнее, с зимы прошлого года было. Вот, с зимы прошлого года было известно, что Шнейдера вроде бы мы хотим в виде охотника, потому что он председатель был... Охотничьего общества. Да, да, Вятского охотничьего общества. То есть, там зайчиков, не знаю, там кроликов, там выдор, не знаю, кого там нарисовать. Как сделать этот памятник, чтобы... Сопровождающая группа должна быть, пока не определились составом. Группа сопровождающихся, сопровождающих товарищей, да. То есть, как это будет, что это будет, тоже в Вилме на воде, я думаю, что тоже в течение месяца мы должны принять решение, потому что время будет уходить. И по фестивалю, и по памятнику мы определимся. То есть, есть шанс, что в начале марта, в конце февраля, в начале марта мы наверняка об этом уже расскажем. Я думаю, да, мы об этом расскажем, и я все-таки рассчитываю, что в этом году появится памятник, ну, как и фестиваль, собственно. То есть, и где-нибудь осенью там кировчане смогут вполне фотографироваться рядом с Вяческим, сидя на скамеечке с нашнейдером. Хорошо, если это будет в теплое еще время года, когда еще у нас золотая осень. Тут вопрос не падает. Да, я понимаю, что, Владимир, не к вам, не вы за погоду отвечаете. Пока не готов регулировать погоду, да. Хорошо, мы переходим к линейке, безалкогольной линейке 31. Мы тоже говорили об этом, да, и говорили мы о том, что, ну, фактически весной, в марте, появится новый сорт безалкогольного 31. Это летняя безалкогольная. И у нас не было ясности, когда в прошлой программе мы к этой теме обращались, все-таки это начало марта или середина марта. Вот я попытаюсь объяснить, дело в том, что я скромный пресс-секретарь завода ВЕЧ, как ты знаешь, да. То есть, поэтому у меня, конечно же, есть хотелки, у меня есть намерения, я считаю, что правильно будет делать вот так, но существует реальность, да. То есть и сам завод, и условия, в которых он работает. Как это будет складываться, ну, хороший вопрос. Я рассчитываю, что мы выпустим зеленое, ой, извиняюсь, летнее, уже летнее, да. Летнее 31, безалкогольное, разумеется, конечно, другого у нас не бывает. Значит, выпустим безалкогольное летнее 31 8 марта. Вот, ну, как бы соединив этот праздник с выпуском. Причем мы уже говорили в прошлый раз, что летнее 31, оно будет сделано точно так же, как зеленое безалкогольное 31, ничего не изменится, за исключением только плотности. То есть это будет более легкое, более питкое, то есть это больше напиток для времяпровождения такой будет. Потому что, ну, плюс, сам, ну, это один момент, сам, ну, самое главное, это, конечно, возврат трех литров. Почему? Потому что, насколько я вижу, фактически вся пивная промышленность, алкогольная, безалкогольная, она в 16-м году, ну, закон был принят, а то есть, нет, по-моему, 1 июля, если я не ошибаюсь, 17-го года был принят запрет о разливе вообще в трехлитровую. То есть мы хотим вернуть, во-первых, 3 литра, но понятно, что мы не будем ни в коем случае никого обманывать и обходить закон, да, то есть муклевать мы не будем. В рамках закона все работают. Да, совершенно правильно, мы поступим очень просто. Мы возьмем, упакуем ярко, хорошо, качественно две полтора литровые бутыли и сбросим на них цену. То есть взять упаковку из двух полторашек, грамотно, красочно сделанную, хорошо, будет выгоднее в первую очередь, да. Плюс свойства пива, вот этот фреш, да, то есть 31 день. Вот на этом месте... Фреш это свежий. Да, вот хотелось бы заострить, эта характеристика, она понятна абсолютно любому покупателю, потребителю. Почему? Потому что 31 день, ничего с ним не сделать, вокруг нет, фактически нет ни одного маломальско-крупного завода, который бы мог обеспечивать свежесть продукции, кроме вячи. То есть вот за счет этого 31-го мы это и делаем. То есть я думаю, что эту линейку продолжим, продлим, я уверен в этом. И летние нам, собственно, покажут, насколько люди готовы к расширению. Ассортимент, да, разные сорта безалкогольного пива. То есть, открою карты, дело в том, что самый мучительный для меня в том числе вопрос, это упаковка, потому что упаковочная линия, которая могла бы по-настоящему легко, качественно формировать вот эту упаковку из двух полуторалитровых бутылок, она стоит немножко меньше, чем приезд металлики. Мы говорили, в районе 20 миллионов и даже больше. 21, там транспортировка и все остальное. Но понятно, что сходу выложить эти деньги за такое производство, то есть мы начнем это делать вручную. Но как это сделать вручную так, чтобы это было фирменно, качественно? И отвечал вот тому имиджу Вятчи, который сейчас формируется, вопрос, то есть пока неизвестно. То есть есть варианты, но я эти варианты пока отвергаю, я их боюсь, честно говоря, мне не нравятся чисто и статически. Я почему-то очень хочу, чтобы потребитель, ну, хоть немножко получал тоже что-то эстетически приятное. Чтобы это было красиво. Ну, чтобы это было, как говорили в моем детстве, по фирме, да? По фирме, о-о-о, да. В моем детстве тоже так говорили, да. Вот, чтобы это было по фирме, вот сейчас вопрос, удастся ли нам сделать по фирме. Да, это Бог, и 8 марта мы увидим сделаны безалкогольные, трехлитровые, летние 31 по фирме. Очень хочу в рекламу запихнуть цветочки, значит, и как бы поздравление с 8 марта. Да, посмотрим, как это тоже выйдет, вопрос интересный. Ну, вот, ближайший ссор, да, это выход от трехлитровочного 8. Летнее безалкогольное пиво для женщин как подарок, самое то, мне кажется, к 8 марта. Ну, и любимая наша тема – взаимодействие с торговыми сетями. Я сначала думала обозначить это словом «сотрудничество», но, вот, мне кажется, сотрудничество с кем-то получается, а с кем-то нет, поэтому взаимодействие. Ну, сначала о хорошем. Мы про вкусвилл говорили в прошлой программе. Ну, про вкусвилл или вкусвилл. Вкусвилл, скажем так. Вкусвилл, да. Мы говорили, там, тысяча торговых точек, они взяли первую партию, там, на 50 точек. Зеленого – 31, безалкогольного, конечно. Вот, взяли, и это, с одной стороны, очень большая удача, потому что сеть, в которой тысяча точек – это, ну, Квандайк. Два соображения. Первое – это минимальность нашей рекламы безалкогольного, конечно же, пива по Москве. То есть непонятно, что с этим делать, но если вкусвилл будет реально продавать какие-то объемы интересные для завода, то придется развивать рекламу по Москве. Над этим, как бы, может быть, ну, недели две-три будут ясны, как бы, результаты по сотрудничеству с вкусвиллом. Ну, скорее всего, даже больше, там, месяца примерно идет. Вот, надо будет думать о Москве, собственно. Второй момент – мы декларируем на этикетке, что только для продажи в Кировской области. Это святая правда, ребята приезжают и покупают у нас. То есть придется этикетку еще каким-то образом видеть или нет? Этикетку не придется, почему? Потому что это удивительный пример вкусвилл, да. Никто не ожидал, что федеральные торговые сети, а вкусвилл все-таки, ну, московские, ну, не федеральные, но московские, да. Никто не ожидал, что они возьмут со сроком 31 день. Ну, потому что мы говорили, это короткий срок годности, это не выгодно для торговых сетей. Это опасно для них, то есть это просроки, это возврат, это ненужный геморрой. Они, во-первых, выбрали зеленую 31 безалкогольную из, не знаю, какого количества образцов, которые им привезли на регистрацию. Они отобрали это, то есть они согласились, что они будут брать это. И еще один момент совершенно вот просто мне бальзам на сердце – это то, что это идет под логотипом с этикеткой Вятича. То есть это не своя марка, то есть они не переодевают нашу продукцию. А такое бывает? Постоянно, это очень много. То есть они с поставщиками, прям поставщикам ставят условия? Нет, это общая практика в пятерочках, магнитах, где угодно, в метро. Посмотри внимательно, там куча так называемых ноунейм или своей торговой марки. То есть огромное количество пива безалкогольного, не исключение совершенно. То есть точно так же в этом случае «Вкусфил» берет под логотипом Вятича. Это, во-первых, признание со стороны московской сети и очень значимое. Почему? Потому что «Вкусфил» – это та сеть, которая борется за качество продукции. То есть она позиционирует себя как крайне здоровая, экологическая и так далее, и так далее. Ну, собственно, видимо, у них были основания для того, чтобы взять. Причем, испорчу настроением любителей конспирологических теорий, «Вкусфил» мы никак не можем повлиять на решение «Вкусфил». Просто никак. Вот нет способа, которым бы скромный маленький завод «Вяч» повлиял на «Вкусфил». Нет этого. Ни денег мы им не можем занести, ни пригрозить, ничего никак, вообще никак. То есть они сами взяли и выбрали. То есть они понимают, с чем имеют дело. Ну, дай бог до конца поймут и остальные. То есть они будут сейчас смотреть? Да, они будут смотреть продажи в первом месяце, скорее всего. И мы будем через месяцок-полтора, мы будем понимать, насколько это удачно. Я почему-то убежден, что это очень удачно. «Вкусфил» – «Зеленый 31 безалкогольный». И «Пятерочка» начала продажа «Зеленого 31 безалкогольного». Это началась 21 января «Зеленое безалкогольное 31». Оно стоит в 160 магазинов. В Кировской области? Да, в Кировской области, конечно. 160 магазинов по области. Ну, посмотрим, как оно будет уходить. Это вопрос интересный очень. И позиционирование, выкладки на полках. И информирование людей, что там оно есть. Но я могу тоже открытыми картами сыграть и объяснить, что сотрудничество с «Пятерочкой», оно не то ли, ну, как бы, сотрудничество, серьезное сотрудничество с федеральной торговой сетью в Кирове. А «Пятерочка» все-таки идет нам навстречу. Надо отметить, что она лучше всех себя ведет из этой компании. Вот, идет нам навстречу. Я думаю, что если «Пятерочка» продемонстрирует хорошие результаты, у нас все будет замечательно, то следующее «Магнит» подтянется сам по себе, потому что все торговые сети ориентируются друг на друга. Ну, то есть они увидят, да? Да, да, да. Ну, вот... Что продукция, сначала зашла продукция, да, продукция, а дальше вы смотрят, прошел месяц, снова, значит, поступает партия, значит, распродается, значит... Ну, упрощенно говоря, так, но... Ну, я как потребитель, да, не как маркетолог. Нет, смотри, я рассчитываю, естественно, что у нас будет прорыв с «Магнитом» где-нибудь в февраль-март. Скорее всего, он будет апрель-май, то есть сдвинуться с руки. Но в любом случае это для меня очень хорошо, но все-таки мы заходим в торговые сети федеральные, да. Хорошо. И регионы, о которых мы говорили, регионы соседние из Кировской области, это Морелы, это республика Удмуртия, куда вы тоже хотите пойти со своей безалкогольной продукцией с линейкой без... с линейкой 31 или я ошибаюсь? Ну, нет, нет, мы, конечно, зайдем с 31-м, это я абсолютно уверен, потому что... То есть соседние регионы позволяют еще пиво с коротким сроком годности безалкогольное? Четыре часа до Ижевска, я думаю, примерно столько же до Морел. Но тут мы сталкиваемся вот к вопросу «пятерочки», да, то есть почему, собственно, настолько важно. Потому что понятно, что ни в Ижевске, ни в Морел мы не зайдем без хороших контактов с федеральными торговыми сетями. Это, опять же, «магнит» и «пятерка», там практически больше ничего нету, там вся уничтожена своя розница, но ее очень мало осталось, там несерьезно. То есть местных магазинов не осталось? Да, то есть, насколько я знаю, что Ижевск, что Морел, там нет сильных игроков по безалкогольному пиву, то есть пивного безалкогольного производства своего нету, то есть мы зайдем туда не совсем чистого листа, но более-менее, плюс торговые сети. Ну, вот вопрос захода в другие регионы, он мировоззренческий еще во многом. Дело в том, что, ну, тут чуть-чуть офф-топик, да, отвлекусь, 99,9% в периоде кировских производителей, это, ну, за исключением каких-то кусков машиностроения, у которых есть поставки в Европу, там, в Африку, я знаю, но большая часть кировских производителей – это очень небольшие, относительно небольшие поставки за пределы региона, большая часть бизнеса здесь, в Кирове. Это мы говорим сейчас про производители пищевой продукции, в первую очередь. Да, ну, пищевая – проще мне ориентироваться, да, я знаю немножечко. Вот, они ориентируются здесь, и выход, нормальный, хороший выход производителя в соседний регион, даже в соседний, то есть, вот, есть традиционная такая, паттерн традиционный, да, это там Сыктывкар нас любит, значит, Коми, да, ну, республика Коми очень нас любит, да. Коми любит, ну, чуть-чуть мы еще туда, чуть-чуть мы еще туда, чуть-чуть мы еще туда. Но так, чтобы мы выходили в соседний регион, этого нету, и это очень интересно, потому что, действительно, каждый раз, когда уроженцы Кирова, они попадают в другую систему, значит, в другую местность и так далее, у них начинается возня на тему того, любят ли нас, примут ли нас и так далее. То есть, вместо того, чтобы действительно продвигать товар, мы начинаем выяснять, там, хорошо ли к нам относятся, хорошо ли к нам относятся, плохо ли к нам относятся, главное, чтобы покупали. Вот, мы с этим выйдем, я очень надеюсь, что мы выйдем хотя бы в один регион в этом году. И просто посмотрим... Определили уже, куда? Нет, не определили, честно, потому что там много факторов еще, потому что выходить, просто выходить для того, чтобы, значит, покрасоваться, это глупость, надо выходить серьезно. Вот, и основной вопрос следующий, это насколько быстро, легко это удастся сделать. То есть, надо просто будет считать факторы. Понятно. И у меня тогда такой еще вопрос. А были уже какие-то, ну вот, предварительные договоренности с кем-то из руководства той или иной сети в Удмуртии Морел? Или пока даже не ведете такие переговоры? Ни в коем случае. Когда мы были в декабре в Нижнем, в Пятерочке, и обсуждали как раз вопрос постановки «Зеленого 31 безукогольного» в Пятерочку, здесь, в Кировской области, то я задал прямой вопрос на тему того, что, ребят, помогите нам вот там и там. Ну, как бы все полыбались, замахали руками, покричали головами, сказали, что, ну да, это интересно. Ну, это был разговор ни о чем, потому что до тех пор, пока у нас нет реальных планов, мы туда и не полезем. Ну, понятно. Да, и переговоры бесполезны. А шансы на то, что хорошо вы себя покажете в сотрудничестве с Пятерочкой в Кировской области, они способствуют тому, что дальше будете продвигаться или нет? Ну, в Кировской области мне все абсолютно более-менее понятно. То есть мне понятно, как мы будем двигаться, что мы будем делать. Там могут быть отклонения, могут быть возвраты назад, там что-то еще, еще куча косяков связанных с человеческим фактором, в первую очередь, не столько с производством, а с человеческим. Вот это все будет неминуемо будет, этого много. Но как должен развиваться Вятич, и как он будет развиваться у него, другой вариант, как он будет развиваться в Кировской области, мне понятно. То есть в ближайшие годы у меня вообще никаких сомнений нет. Ну, просто нет, то есть они не появляются. А вот с соседними регионами гораздо интереснее, то есть интереснее именно как задача такая логическая. То есть как мы туда зайдем, с чем мы зайдем. Понятно, что это будет линейка фреша вот этот 31 день. Почему? Безалкогольный. Да, совершенно правильно, потому что никакой конкуренции мы здесь испытывать не будем. То есть в радиусе, я думаю, 500-1000 километров, ну, до Москвы практически, да, не доезжая недалеко. Мы единственное производство, которое способно делать действительно качественные, действительно свеженькие, короткие сроки годности, натуральные, местные и так далее, и так далее. То есть мы полностью отвечаем тому, что мы заявляем о себе. Полностью. Вот эти окрестные регионы мы возьмем. Возьмем хотя бы один в этом году, это уже будет на моей улице маленький праздник. Угу, угу. Вот. Где-то так. Да, и еще у меня вопрос все-таки. Вот Удмуртия и Мориэл, это два региона, на которых вы хотите, ну, скажем так, откатать. Откатать, да, правильно. Возможность взаимодействия с другими регионами, посмотреть, как и что. А дальше все-таки планы расширяться по Приволжскому федеральному округу или посмотреть, как это в ПФО зайдет? А дальше, вот я помню, мы говорили, были планы даже до Москвы дойти. Нет, все, в моем понимании, механика очень простая. Допустим, все мероприятия, все активность, которые мы будем проводить с классом в этом году, она уже должна концентрироваться на Москве, потому что ни в ПФО, ни тем более в Кирове нам ловить нечего. В плане того, что здесь, в Кирове, мы имеем порядка 85% рынка, ну, 80% хорошо. По классу. Да, естественно. Вот. И тут гигантскую какую-то активность развивать на тему того, что купите еще немножечко. Ну, вас и так знают здесь. Конечно, конечно. То есть, а вот Москва и вот федеральный, вот это гораздо интереснее. Поэтому все будет концентрироваться на Москве. Это то, что касается кваса. По безалкогольному пиву, конечно же, я вижу только пока четко вариант с соседними регионами. Он гораздо быстрее позволяет заводу освоиться, работать вообще на новых рынках. Это очень интересно, потому что рынки другие, отличающиеся от Кирова. Ребята, давайте займемся делом. Не будем в болоте сидеть, толкать воду в ступе, да, займемся делом. Вот. И, соответственно, ПФО, Привовский федеральный орган, мы его окучиваем. Это уйдет год-два-три примерно. И после этого, я думаю, это совпадет с определенным этапом квасной кампании, после этого мы выйдем спокойно на Москву, на Петербург. Ну, вот где-то так. Я думаю, что это произойдет, ну, в 23-24 годах. Вот так, мы так где-то в прошлой программе говорили. Ну, вот и все, посмотрим дальше, если удастся создать Кировскую торговую сеть, на что это уже двумя руками, тут уже как-то... Так, так, Владимир, давайте мы напомним слушателям, что такое Кировская торговая сеть. Это торговая сеть, которая будет работать, предположительно, в других регионах и будет предлагать потребителям продукцию кировских производителей. Ну, начиная с того, что, дай бог, нам сначала в этом нашем регионе начать работать. То есть мысль очень проста, это дешевые качественные товары местных производителей. Без накруток. Без магазинных накруток. Ну, нет, конечно. Нет, просто у людей нет необходимости платить за доставку, скажем так. Они на этом экономят, соответственно, выигрывают потребители. Много моментов. В первую очередь то, что... В первую очередь того, что снижается магазинная наценка, снижается наценка завода, но это отдельный экономический составляющий в самого проекта, это можно долго говорить. Но суть простая. Человек, заходя у дома, может купить значительно дешевле, сильно дешевле, чем там в любом, абсолютно в любом другом магазине. Я предполагаю, зная, как наши люди зарабатывают, и сколько они зарабатывают, я предполагаю, что для семьи экономия в месяц нескольких тысяч рублей – это деньги. Это деньги всегда. Это серьёзные деньги для любой семьи, между прочим, с любым уровнем доходов. Потому что люди с высоким доходом тоже деньги считают. Совершенно правильно. Ещё лучше, чем бедные, кстати говоря. Так, вскоре замечали. Но в любом случае это деньги, и если мы обеспечим и качество товаров, а мы обеспечим это, можем это сделать, и способ подачи этих товаров, там есть отдельные вещи, которых нет ни у кого, и они могут возникнуть. Тобственно, как всё забытое, старое, хорошее, да? Вот, может это возникнуть. Сейчас это обсуждается. У нас заколыка с неймингом, то есть названием сети. Ну, я верю, что объединёнными мозговыми усилиями мы за неделю, там, за две максимум справимся с этой. Мучительная задача, да? И запустим, наконец, где-нибудь в феврале хотя бы, мы запустим один-два магазина. Ага, вот так, то есть уже... Ну, надо уже что-то делать, потому что абсолютно понятна концепция, абсолютно понятно, с кем работать. Понятно, что там должно быть. Весь вопрос только в дизайне. Это самое трудоёмкое, да, на самом деле. Весь вопрос в дизайне, в оформлении, в открытии магазина. Я очень надеюсь, что конец февраля, начало марта мы увидим первое. Вопрос с названием, это отдельно. Я вот, кстати, прошу прощения, я не знаю насчёт названия, а у вас не было идей всё-таки покупателям-то предложить? Ну, что-то вот, возвращаясь к вашему опросу первому, который был, когда запускали «Зелёные 31» безалкогольные, спросить людей просто, да, как должен называться магазин. Давай я сегодня-завтра донесу как бы до руководства и переговорю с ним, чем, чёрт и шутит, может быть, имеет смысл запустить? Ну, хотя бы в социальных сетях какие-то вряды закинуть. Можно ведь и так, да. Ну, вот пока такое ожидание году, то есть у нас... Потому что идея-то понятна, покупай вятское, да, вот то, что у нас был такой проект, там свой производитель, да, свои производители. Ну, только совершенно с другого края, потому что там это был такой глуповатый... Ну, извиняюсь, конечно, Паша Ануфри меня просит, он умный парень, он этим занимался. Вот. То, что это был глуповатый вариант, когда ты берёшь, вешаешь на товар, что это сделано в ветке, и поэтому надо покупать. А почему... Поддержи местного производителя. Да, да, это вообще как бы... Под этой идеей всё заходило. Нет, я понимаю, что налоги от местных производителей остаются в регионе, всё здорово. Ну, для потребителя это, конечно, значимо, но наш человек обычно не понимает вообще даже, где он платит налоги. Мы задавали, мы делали тогда программу по этому поводу, да, и мы задавали слушателям вопрос, насколько для них это значимо, то, что это произведено здесь, у нас, и что... Они не понимают. Нет, они говорят, что для них этот фактор вообще, да, не работает. Вообще, да, потому что они не понимают, что это налоги, потому что они не понимают даже своих собственных налогов. Они до сих пор огромное количество людей наивно, хотя потрясающе наивно думают, что платит за меня работодатель. Это же бред, то есть платит, что ты сам. Мой подоходный налог, да, и все остальные отчисления. Вот, это чушь, то есть это не работает, и поэтому единственные, то есть два аргумента абсолютно ясных по поводу товаров, которые будут в этом магазине. Качество и цена, цена и качество. Плюс еще один, это возможность, как сказать, формата потребления, то есть фасовку продукта, использование его, и изменить так, чтобы это было удобнее, чем где бы то ни было. Вот на этих трех китах, я думаю, все это выстроит. Кировская пищевка, она абсолютно уникальна. Это сохранившееся с советских времен производство. Все-таки основа как бы тогдашней еще, да. И оно может выстроить зарпаде в области. Если мы будем заходить в мэрию, допустим, в Желевск, да, вместе, да, синхронно, это сыграет определенную роль. Вместе, в смысле, с производителями других видов продукции. Хорошо, ну и возвращаясь, собственно, к безалкогольной продукции вятичей. Я так понимаю, что, ну, вот квас уже пойдет на Москву. Линейка безалкогольного 31 пойдет в соседнюю Удмурти и Мариэл, определится в ближайшее время, да, первый регион, куда вы будете заходить. Ну и в дальнейших планах с безалкогольной продукцией прежде всего сделать вятич узнаваемым, ну, как минимум, в европейской части России. Ну, безалкогольный вятич, он, в принципе, узнаваемый в европейской части. Дело в том, что... Очень узнаваемый. Да, но дело в том, что его надо сделать все-таки топовым федеральным продуктом. Я рассчитываю, что не обязательно мы будем первыми на рынке, да, ну, по крайней мере, будем входить там в тройку, допустим. Ну, это несколько лет, и у меня есть, честолюбивая мечта о том, что вятский квас, русская кока-кока, сейчас мы его высовали в баночки в красной, они положены кока-кока. Ну, может, не совсем, конечно, корректно сравнить. То есть квас, то национальный наш напиток. Да, да, да. Квас, национальный напиток. Причем самая такая маленькая добавочка. Вятский квас, русский национальный напиток. Все, вот с этим я соглашусь сразу, и мы вперед испислить. Вот на этом мы с Владимиром Маматовым сегодняшнюю нашу программу завершаем. Владимир, спасибо большое. Да, Ань, спасибо большое тебе. Слушателям, до свидания. До свидания всем. Крупный план.